Акции биржи США продолжают расти, так как инвесторы следят за четвертными отчетами крупных банков и экономическими показателями. JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup представили результаты, которые превышают ожидания, устанавливая новые рекорды высших и низших позиций. Без сомнения, это отличный исход для финансистов. На экономический передовой сегодня показатели розничной торговли в США, которые выросли на 0,6% в сентябре в соответствии с ожиданиями. Тем временем, Департамент труда сообщил о том, что индекс цен на производство PPI вырос на 0,3% в минувшем месяце после отсутствия изменений в августе. Доллар США колеблется, соотношение евро и доллара на 0,52% ниже, новое значение 1,997 пунктов, пара фунта и доллара США на 0,51%. В центре внимания аналитиков пара новозеландского и американского доллара. Сохраняется тенденция роста, поэтому долгосрочные позиции сегодня будут выше линии поддержки на уровне 0,707 пунктов со значениями 0,7175 пунктов и 0,72 пункта. Драгоценные металлы играют на повышение, но золото играет на понижение и ограничено нисходящей линией тренда от 7 октября. Краткосрочные позиции сегодня будут ниже 1,262,5 с значениями 1,241 и 1,235. Серебро дешевле на 0,01%, тройская унция стоит 17,44 доллара. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.